Как развить у ребёнка любовь к Аллаху? С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Сколько бы мы не занимались воспитанием ребёнка, он всё равно будет похож на нас самих. Другое дело, что мы можем заниматься самовоспитанием, и стараться быть похожим на лучшего из людей. Из сиры пророка можно увидеть множество примеров того, что он говорил с детьми именно о любви Всевышнего к ним, и только через свою любовь. Маленькие дети воспринимают страх, гнев совсем по-другому. Их бурная фантазия всё утрирует. Поэтому с ними пророк говорил только о его любви и милосердии. Позднее, когда ребёнок уже подрастает, он начинает оценивать критично и получаемую информацию, и свои поступки. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал уже другие наставления. Вот тогда можно уже говорить и о тех моментах, которые Аллах не любит. От чего отстраняться, чтобы не заслужить его гнев? В хадисе говорится, все дети рождаются мусульманами, но впоследствии родители делают их иудеями, христианами, огнепоклонниками. Муслим и Аль-Бухари. Из этого хадиса видно, что во всех детях заложена любовь к Аллаху, и ребёнок привык уже полагаться только на него. Задача родителей – поддержать его в этом, вырастить и укрепить. Как это сделать? Первое, что очень важно делать, это связывать те блага, которые у нас есть, с Аллахом. Каждый раз, когда ребёнок получает в подарок какую-то вещь или сладости, следует говорить примерно так. Как Аллах любит тебя. Он щедрый. Но подобные фразы нужно говорить не только, когда получаешь что-то новое, но и в повседневной жизни. Как Аллах нас любит. Дал отличную погоду для прогулок. Аллах любящий. Он собрал всех нас вместе. Аллах любит тебя. Смотри, сколько у тебя одежды, игрушек, книг, знаний, друзей. А ведь у кого-то этого нет. Как Аллах любит тебя. Он дал столько интересных занятий сегодня. И в таком духе, в течение дня, старайтесь заметить как можно больше благ, к которым вы и сами уже привыкли и перестали придавать значение. Именно благодарность за то, что мы имеем каждый день, помогает объяснить ребенку, почему Аллах любит нас, и когда мы богаты, и когда бедны. А чтобы ребенок не связывал любовь Аллаха только с чем-то хорошим, также необходимо разбирать и уроки, которые Аллах нам посылает. Аллах сегодня послал тебе такую ситуацию, что тебя обидели, потому что Он любит тебя и хочет, чтобы ты умел сдерживать свой гнев. А знаешь, какие награды полагаются тому, кто сдержал свой гнев? Аллах дал тебе испытать сегодня боль, потому что Он любит тебя. Ведь тот, кто со смирением встречает даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов. Когда Аллах посылает болезнь, это Он делает от своей любви к нам, ведь это возвышает наши степени в раю. Читайте и обсуждайте вместе с детьми хадисы про болезнь, боль и такие, как «От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах». Передается, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Когда Аллах желает блага для своего раба, он наказывает его уже в этом мире. Если же он желает для своего раба плохое, то откладывает наказание до судного дня». Ат-Тирмиви ибн Маджа Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Сколь удивительно положение верующего. Поистине, всё в его положении является благом для него, и никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом». Муслим Другая очень важная составляющая воспитания любви к Аллаху – это чтение Корана. Чтение Корана озаряет сердце ребёнка светом. Таких детей Всевышний Аллах берёт под наблюдение. Они будут воспитаны под его взором. Это подтверждается аятами Корана. Например, «Чтобы ты был воспитан в благородстве под нашим наблюдением». Сура 20, аят 39. Читайте истории о пророках и сподвижниках пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Объясняйте, какие испытания они проходили. Но это вовсе не значит, что Аллах их не любил, а скорее наоборот. Сподвижники же переживали, когда у них всё было хорошо. Они говорили, «Аллах забыл нас, раз не посылает испытания». И это их очень печалило, Ведь они знали, какие награды даёт он за терпение во время трудностей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «Когда Аллах любит людей, он посылает им испытания. Если же они проявляют довольство, то они и получат довольство. Те же, кто проявляет гнев, заслужат только гнев». Показывайте своим примером, как быть благодарным рабом. Внимательней следите, чтобы риск был халяльным. Это не только состав еды, но и каким способом были получены средства, на которую эту еду приобрели. Это очень важно для мусульман, ведь когда в организм попадает запретная еда, она влияет на весь организм, на сердце и на рассудок. Просите у Аллаха, совершая больше дуа. О, Аллах, наполни сердца наших детей любовью к Тебе, Твоему Корану, Твоему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует и его сунне. Амин. А Аллах Всевышний знает лучше. Хаят Ибрагимова, детский психолог. Сайт annisatoday.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова